Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Аксёнов. Это геймплен, рубрика, посвященная обзору игр для Android. Ставь класс под видео и погнали! Первая игра на сегодня это долгожданное продолжение платформера под названием Random Heroes 3. Ну что ж, давайте сразу же отправимся в игру. В принципе, игра осталась неизменна своим традициям, но в этот раз уровни стали чуточку сложнее, героев стало еще больше, и еще больше появилось оружие, которое вы здесь сможете приобретать. Что касается управления, оно, в принципе, осталось без изменений. Кнопочка влево-вправо, кнопочка прыжка и кнопочка атаки для того, чтобы стрелять и крошить всех своих противников, которые будут попадаться вам на пути. Также, естественно, здесь и остались различные секретные потайные места, в которые вы можете заглянуть для того, чтобы собрать дополнительные монеты, бонусы и прочее. Давайте посмотрим, какие здесь есть виды оружия. Их много, но на все виды оружия нужны деньги, которые нужно собирать. Соответственно, они выпадают из убитых врагов. Героев стало больше, есть уже и те, которые были до этого герои в предыдущих частях, есть также и новые, поэтому разгуляться здесь есть где. И также, как оружие, так и героев вы можете улучшать. Но на улучшение героев нужны не только монетки, но еще и специальные черепки, которых на уровне вы можете собрать всего лишь один. Это, конечно же, печально, то есть с прокачкой придется, наверное, повременить и прокачивать своих персонажей только тогда, когда вам это действительно нужно. В общем, платформер сохранил в себе все свои положительные черты, за что многие геймеры полюбили его. Сюда добавили новых героев, новые виды оружия и сделали более сложные уровни. И благодаря этому продолжение платформера получилось более чем удачное. Поэтому качать всем, играть всем – игра бомбезная. Вторая игра называется «Атака света». Она от Cartoon Networks и сделана по мультфильму Steve Universe. Возможно, кто-то видел, кто-то слышал, а кто-то, может, и не знает, что это за персонажист, что это за мультик. Но, в принципе, прикольный. Здесь какая-то основная фишка, то есть, что наши главные герои, они обладают какой-то жемчужной магией. Например, у Стива в пупке жемчужина, у одной из персонажей в голове, у другой в груди. И все они разные, но обладают крутейшими способностями, благодаря чему они сражаются со злом во всем мире. Итак, давайте попробуем посмотреть, что это за игра. Это JRPG, в принципе, нам необходимо таким вот образом бродить. По локациям изучать различные комнаты, находить сундуки, бонусы и также врагов. Как и в любой JRPG, у вас имеется определенное количество шагов на каждый ход, и вам необходимо эти очки будет все распределить. Итак, здесь присутствуют прикольные диалоги, много шуток и, самое главное, хороший перевод. Это не Google Translate, а вполне таки нормальный перевод. У каждого персонажа имеются свои способности, которые вы будете разблокировать по пути прокачки его. То есть, с каждым новым уровнем вы будете получать новые способности своего персонажа. Так, давайте попробуем его теперь атаковать. Также во время атаки, если вы успеете тапнуть в момент удара, то вы нанесете двойной. Естественно, у каждого персонажа свои способности, свои силы, и вы можете их применять для того, чтобы сделать то или иное. Например, что может делать Стив? Он может лечить и может доставать различные предметы из своего рюкзака в виде гамбургера. Вот эта девушка, не помню, как ее зовут, может быть, Гранат или как-то так. В общем, всех их зовут как Драгоценные Камни. Она может атаковать сразу всех противников на карте, но сейчас нам это, в принципе, не нужно. Поэтому попробуем с помощью, опять-таки, нашего самого мощного и сильного персонажа добить врага. Да, и благодаря этому мы получили новый уровень для другого нашего персонажа. Можем выбрать, что ей прокачать, защиту, гармонию или везение. Гармония — это жизни. В общем, зовут ее Жемчужинка, кстати. И мы продолжаем наше путешествие. Здесь вы будете находить сундуки, проходы. То есть вам необходимо будет находить также и ключи, чтобы пройти через эти проходы. И самое главное — сражаться с врагами. Плюсы игры, разумеется, хорошая графика, веселые диалоги и, конечно же, наверное, звуковое сопровождение. Да и вообще игра по этому веселому мультфильму, на мой взгляд, давно просилась на свет. И вот, наконец-таки, она вышла. Кстати, автором данного мультфильма является создатель Adventure Time. Так что, если вы любите Adventure Time, но не слышали о Steve Universe, то поиграйте и посмотрите. Третья игра называется «Andro the Sun». Это головоломка, мне она очень понравилась. Здесь есть разные зоны, которые вам необходимо будет проходить. Давайте начнем с той миссии, которую я уже прошел, и я попытаюсь вам объяснить, что здесь и как. Вы можете вращать карту в четырех позициях, можно смотреть на своего персонажа, и что же здесь происходит. То есть каждый ваш шаг — это определенный год, и ваш персонаж с каждым шагом будет стареть. Вот вы можете это наблюдать. А функция черепах в том, что они ходят по определенному маршруту и могут сдвигать камни. А какая наша основная цель? Наша основная цель — доставить нашего героя до вот этого вот костра. То есть давайте попробуем это сделать. Герой наш может передвигаться, также он может сдвигать камни, и благодаря этому, собственно, нам и нужно будет проходить данные локации. В каждой миссии у вас имеется определенное количество ходов, которые вам необходимо будет использовать для того, чтобы уложиться, выжить и все-таки выполнить свою жизненную цель — добраться до костра. А также здесь со временем чуть-чуть темнеет локация, то есть чем ближе вы к смерти, тем темнее, соответственно, экран. Миссии становятся все сложнее и сложнее, иногда с первого раза даже не можешь догадаться, что и как здесь делать. Также в некоторых миссиях здесь что будет происходить? Здесь могут вырастать деревья, они могут погибать, и, соответственно, вам тоже нужно смотреть, на каком ходу что происходит, и использовать это для своих целей, для того, чтобы добраться до костра. В общем, действительно есть над чем здесь подумать. Мне игра понравилась, и очень круто то, что она совершенно бесплатно распространяется в Google Play. Четвертая игра называется Коридор Z, и это раннер. Давно не было раннеров, но вот этот вот раннер, он, во-первых, явился как что-то неожиданное, и в нем есть что-то новое, чего раньше не было. У нас есть три персонажа — это военный, это девушка и также еще молодой парень, который у нас уже находится в другом классе. Да, мы находимся в школе, и нам необходимо, выполняя миссии, перемещаться из одного класса в другой, точнее, из одного кабинета в другой, для того, чтобы выбраться из этой ужасной школы, в которой полно зомби. Итак, наша следующая задача — пробежать 100 метров. Будем играть за девушку, и давайте отправимся в бой. А если же во всех раннерах нужно избегать препятствий, то в этом раннере нужно, наоборот, создавать препятствия, чтобы зомби тормозили и не могли вас догнать. Для того, чтобы их сбивать, вам необходимо делать свайп в соответствующую сторону, влево, вправо или же вверх. А также вам будут попадаться повороты. Если вы не успеете сделать свайп, чтобы повернуть, то вы врежетесь в стену, и зомби вас поймают. Ну вот, в принципе, я 100 метров пробежал, в принципе, мне опасаться уже нечего. Также, помимо всего этого, здесь вы будете находить иногда оружие, в том числе огнестрельное. И огнестрельное оружие вы сможете как использовать? Вы сможете убивать троих зомби, которые бегут за вами. И благодаря этому, соответственно, так сказать, проходить миссии и более дальше пробегать. В общем, девушка у нас тоже перебралась во второй класс, и теперь мне осталось перевести туда военного. Очень круто то, что есть три разных персонажа, и за них нам необходимо будет поочередно играть. И причем у каждого персонажа время от времени разные миссии возникают, и это делает небольшое, наверное, разнообразие. Ну, конечно, как и любой раннер, игра может приесться, но все равно это что-то новенькое, что-то необычное, и исполнено очень даже круто. В плане графики игра выглядит симпатично, да и игровой процесс весьма динамичен. Поэтому советую вам эту игру, поиграйте, попробуйте и напишите в комментариях, как вам такой раннер. Следующая игра называется Jump and Shoot, то есть прыгай и стреляй, это ваши основные способности. Слева нажимаете, вы прыгаете, справа стреляете, и все, больше вам ничего, в принципе, знать не нужно. Игра выполнена в ретро-стиле, в таком вот 8-битном, и действительно отдает какой-то вот такой вот старенькой атмосферой консолей самого, наверное, первого, даже, наверное, нулевого поколения. Ну что ж, начинаем. Я напоминаю, нажимаем в левой части экрана и совершаем прыжок, нажимаем в правой части экрана и осуществляем выстрел. Наша задача пробежать уровень и не умереть. Умереть как мы можем? Мы можем упасть с обрыва, мы можем также еще столкнуться с какими-нибудь ужасными тварями. И также, что еще стоит отметить, на уровне вы сможете находить различные бонусы, это улучшение оружия в первую очередь, и также кристаллы. Чтобы пройти уровень на три кристалла, нужно, соответственно, все три кристалла на уровне собрать. Также еще и вот стоит что отметить, в игре можно стрелять сквозь стены, и благодаря этому достаточно легко будет убивать противников, которые будут встречаться у вас на пути. Раннер, в принципе, прикольный, немножечко необычный, и очень здорово то, что разработчикам удалось передать атмосферу вот таких вот стареньких игр. И действительно, можно даже поверить то, что эта игра когда-то была на NES или на Sega. Последняя игра называется The Princess Bride. Игра сделана по мотивам фильма 1987 года. Я этот фильм не видел, пришлось гуглить, смотреть, что это. И игра представляет из себя набор небольших мини-игр. Сколько их здесь штук? Есть мини-игра, где нужно спасать девушку от змей. Есть мини-игра, где нужно карабкаться по веревке, сражаться на шпагах, драться со здоровяком. И в будущих обновлениях будут добавляться еще какие-то другие мини-игры. Давайте посмотрим на парочку. Предлагаю на первую посмотреть, наверное, быстренько миссию, что здесь нужно будет делать. Как я вам сказал, нужно будет спасать девушку от змей. Змей здесь будут выныривать. В принципе, игра бесконечная, то есть как можно дольше вам необходимо будет продержаться. Как только головы змей появляются, тапайте на них, соответственно, и топите. Если вы не успеете это сделать, то эта ужасная змея сожрет вашу прекрасную девушку. И, соответственно, на этом игра остановится. Какие есть еще здесь, помимо этого, миссии? Например, есть миссия, где нужно карабкаться по веревочной... Точнее, по веревке просто. Есть миссия, где нужно сражаться на шпагах. Давайте вот на нее и посмотрим. Здесь что-то типа фрут ниндзя. То есть, если вы видите шпагу, то вам необходимо по ней свайпать. Если вы видите, так сказать, маску, то ее трогать нельзя. То есть, по аналогии с фруктами и бомбами. В общем, вот так вот. И таким вот образом вам необходимо играть. То есть, вам нельзя пропустить ни одной сабли и нельзя ударить ни по одной маске. И тогда у вас все будет хорошо. Это все будет сопровождаться такими вот анимационными роликами, которые вы можете видеть в верхней части экрана. В общем, игра прикольная. Сделана она стильно, но стоит она дороговато, на мой взгляд. И не знаю, захочет кто-то ее покупать или нет. Но если вы фанат фильма, то, думаю, тут даже не может быть разговоров. Ну что же, дорогие друзья, всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх под видео. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok